Безупречная точность с лазерным сенсором 8200 dpi ProAim Безупречная скорость с 32-битным процессором TurboCore V2 Безупречный контроль при помощи кнопки дубликатора EasyShift Безупречная игровая атмосфера с подсветкой в 16 миллионов цветов Rocket Compure Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, с вами вновь StarLadderTV И только сейчас у нас Dream League Вот, собственно говоря, статистика по турниру, да, турнирная таблица Cloud9 сейчас восседают на первом месте, обгоняя команду Empire Но у имперцев есть одна игра в запасе, как мы видим Cloud9 сегодня сыграет еще один матч опять против Team Liquid И это будет после данной катки Сейчас опять Team Liquid, но только уже против MeteoMakers Dota 2, да, это такой день ликвидов, жидкий день По-другому не скажешь Надеюсь, игры у нас жиденькими не будут Потому что первый матч был весьма-весьма удручающим Но сейчас команды, скажем, более-менее одного уровня игры Мне так кажется, потому что ликвиды сейчас как раз примерно до уровня MeteoMakers Искатились, мягко говоря Ну а мемы продолжают просто стабильно катать Они играют не слишком хорошо, но стабильненько И это, в принципе, тоже радует Я знаю, что у них 0.8 Не, ну типа тут команды неплохие И еще сервер Dota присутствует Поэтому тут можно будет говорить о каких-то конкретных результатах Только когда там уже весь-весь-весь онлайн этап будет отыгран Чтоб не было вот этих Ну когда уже будет понятно, что они отыграли и на своих серверах, и на чужих То кто его знает, вдруг они там 8 каток на американском катали Но это уже другое дело Вот они, ликвид, 0.4 А ликвид-то идут к результатам MeteoMakers Что ты мне тут рассказываешь в мемов 0.8 Тут 0.4 Значит, две команды с нулевым винрейтом будут сражаться И по сути матч между ними может что-то да и значит Потому что если вдруг будут проблемы с нижними командами То команда, которая будет ниже, с ней будет общаться в более жесткой форме Да, у нас тут опять-таки старые составы с мини и экзистом Вместо которых сейчас Риз и Линк играют Теперь уже как полноценные игроки Да, теперь они уже даже MeteoMakers Линк и MeteoMakers Риз Ну а у нас информация немного позже обновится Да, вот их самые любимые герои Бэтрайдер есть Бэтрайдер, кстати, у них есть и сейчас Ну и ликвиды Ладно, давайте мы уже будем потихонечку нырять в пики Потому что там сейчас начинается самое интересное Бэтрайдер у MeteoMakers И инвокер Дазл у Team Liquid Инвокер у них был и в прошлой катке Бульба на нем играл, правда, не очень успешно эта игра закончилась Да и вообще игра была, не знаю, какой-то неправильной со стороны ликвид чуть ли не с самого начала Если у ребят из команды Cloud9 Да, я уже вспоминал, как они там называются У них столько названий было Если уже ребята из команды Cloud9 действительно имели какую-то задумку У них даже по артефактам задумка была Блин, вот это меня действительно удивило То, что Энви, имея там Дазла под рукой, осмелился собрать себе МОМ После него там уже БКБшечки, чтобы МОМ его действительно не сильно просаживал В общем, интересные, интересные были вещи Видно, что ребята как-то стараются подходить к решению разных проблем с умом Но для того, чтобы вот эти все задумки работали Надо делать вообще все-все-все по плану То есть если вы собираете там всякие непонятные артефакты Их действительно нужно стараться реализовывать Ну там идти что ли драться или наоборот не идти драться В зависимости от того, что вы за непонятные артефакты собираете Потому что сейчас многие команды уперлись в то, что исполняют просто дефолт Да, со стандартными героями Даже если это не стандартные герои То, тем не менее, стандартные айтем билды Деремся там раз-два до хард лейта И все А там уже в лейте у всех одинаковые айтемы Как обычно все по шаблону И типа месиво 5 на 5, кто лучше дерется Ну это в большинстве случаев так случается И не говорю про там 100%, но часто, очень часто случается именно так Ну и что тут у нас? Да я просто уже отвык от этих супер-упер комбинаций Почему все забыли про АОЕ заклинания Ну почти все, да, некоторые до сих пор это вспоминают Но возможно, типа по той причине, что БКБ сейчас быстрее, ну быстро очень появляется у основных героев Но основных героев это там два максимум Один в лучшем случае, один успевает собрать быстрое БКБ Второй там где-то рядышком с ним будет Но вы-то шестые лвла получаете раньше, чем они свои БКБ покупают Правильно? Правильно Так что, блин, не знаю Мне вот это кажется немного неправильным Хотя, возможно, я ошибаюсь Вы там пока все вышки пасносите Но зачем сносить все вышки, если можно сносить одну линию? Ну потому что получаешь больше денег Тут тоже все очень интересно В общем, надо сидеть думать Я думаю, сейчас толковые ребята быстренько польют меня грязью И скажут, что я нихрена не шарю Но менее толковые, возможно, и поведутся Муахахаха Это был сарказм, если кто не в курсе Визидж Визидж, визидж К Бэтрайдеру Тактика крыльев Крылатая тактика Вайпер, Джакира И Пак Точно Ну вот, Бэтрайдер Визидж Вайпер, Джакира, Пак Я придумал тактику Нужно исполнять У нас еще была, помню, тактика на маунтах Кажется, как раз в исполнении Клауд Найн Или я не помню, кто же там нам показывал эту тактику на маунтах Так, вот они пошли у нас связочки по героям Семь раз, кстати, пикалась тактика крылатая И 71% вендрейт, друзья А? А? Чувствуете? Уровень-то Причем у связочек по два героя Там вендрейт такой, да, тоже, в принципе, сбалансированный Там 44, там 54 Так что нормально А тут-то 71% Вот она Да, золотая жила Так что, видимо, Бруно что-то знает Возможно, даже я дойду до уровня Бруно когда-то Такс Четвертый Пик Точнее, бан Четвертый бан Я вот смотрю, ликвиды забанили Сларка Видимо, чтобы у самих руки не чесались его взять И опять как-то безлаберно Профукать Митимейкерс убрали Вингу Вот это любопытно Ну, если Ник, Скинтавр, Ликантроп, это понятно Просто, какие, неудобные герои Тут Винга, это Было немного неожиданно Ну, а тут Лайфстиллер И сразу же Вендрейт С непонятными героями Да, сейчас нам тут быстренько покажут Все-таки Инвокера Дазла и Лайфстиллера И вот они Четыре раза всего были эти типы вместе И Две игры выиграли, две проиграли Ничего такого Феноменального, что ли Да, как-то так Резерв-тайм И Третий пик Теперь уж для Митимейкерс Тракса, друзья Вау Вот это уже Интересно Это Дроу Рейнджер Однажды Они были взяты И они победили Это вот прям как Я даже не знаю, с чем сравнить Ну, редко, но метко, в общем Посмотрим, посмотрим Дроу Рейнджер Причем третьим пиком Дроу Рейнджер Всего 91 матч У Траксы На профессиональной дота-сцене И Между прочим Между прочим, друзья Винрейт 44% Для такого Ненадежного героя Это Охренительный Винрейт Стоит отметить На такой дистанции Для такого Вяленкого героя Да, очень Очень Реально очень Нестабильная тракса Типа, заедет или не заедет Ну, тут действительно Заедет или не заедет Почти там 50% Винрейт То есть, по сути Практически Коинтос Ну, что ж Прикольно Удивят ли теперь Ликвид чем-нибудь А чем они нас Могут удивить Ну, ликвиды берут Все по дефолту Это Клокверк Видим, да Лайстилер Дазл Линвокер Ничего такого Сверх Естественного Все очень-очень-очень Стандартно Да, вот он Клокверк Почти 2000 матчей Клокверка На прост сцене Ивенрейт На 4% Больше, чем у траксы Ну, это что вы понимали Что тракса Не намного хуже Оказывается Надо траксу в сложную Точно, я придумал Слово сложная тракса Потрясающая стратегия Патма у мимов И Последний бан Что Луна Не, ну На самом деле Шутки шутками Скажем Одна из областей Маразма Если бы сюда еще Забрали луну Понятно, что Она сюда не вписывается Ни как пароли Потому что Патма у нас Скорее всего будет в миде Бэтрайдер в сложной Дровка фармить Так что по сути Нужен еще просто Суппорт один нормальный Но никакая не луна Остается уже Не так много времени У TC Для того, чтобы определиться С тем, кто будет Последним героем В рядах их армии 10 секунд Ремейнинг Да, подзадумался ТС Кого бы взять В роли Второго суппорта И Возможно Ченом Подпортили Настроение Вот так вот Конкретно Сейчас Ребятки Из Мидеомейкерс 5 секунд Ремейнинг Не знаю Не знаю Дизраптор В результате Это Дизраптор Так Дизраптор Это конечно Любопытно Но Вновь У Ликвидов Задумка Общая В принципе Понятно Да Клокверк Дизраптор Лайфстиллер Типа Инфестбомба Влетает Все это Сверху Накрывается Сайленсом И варится На медленном огне Хорошо А Мидгейм Как будет Развиваться Санстрайки Скажем Ну Не Стопудовые Санстрайками Попадать Можно Всегда При любых Обстоятельствах Но Я веду К тому Что Сложно Будет попадать Нету Фиксирующего Заклинания Которое Четко Будет Определять Местоположение Цели Здесь у нас Последний пик Для Митю Мейкерс И Это Сэнд Кинг Ну Мне нравится На самом деле Пик у мемов Достаточно Боевой Да В плане Качества героев У Ликвидов Вроде бы Герои Посерьезнее Выглядят По крайней мере Мы их видим Чаще В профессиональной Доте Они вроде Такие Все пафосные Крутые Но Есть одно Но Ликвид В последнее время Показывает Плохие результаты Если они сейчас Сыграют плохо На этих персонажах То У Митю Мейкерс Есть все шансы На то Чтобы одержать победу В этом матче Так как У них персонажи Забавные Да Драйвовые Возможно Но Тем не менее Играбельные Как ни крути Сенкинг Сенкинг У нас там Вообще В китайской Доте Сейчас Чуть ли не В ряду Первых Банящихся Героев Ну ладно С первым я Прилечил Немножко Может быть Даже Немножко Но Пикают И банят Его там Намного чаще Нежели у нас С Траксой Уже отдельная история Мы ее в принципе Видели с вами Так И Поехали Юникорн у нас Будет играть На Миране Линк Сенткинг Риз На Дровки В Миде Они видимо Решили поменяться Ролями Или что Или Ну тут Либо поменялись Героями С ролями Либо просто Ролями Ладно Разберемся Ну и Эйс у нас Пока сложный На Бэтрайдере Залетает Команда Ликвид Тиси На Лайфстилере Товарищ Демон Теперь он Сыграет На Дизрапторе Вот так вот Койква Будет играть В миде На Инвокере Way to Sexy На Дазли И Клокверк У нас Бульба Ну Бульба На Клокверке Между прочим Возможно Кто-то подумает Что это неправильно Но Бульба На Клокверке Уничтожал LGD Чайна На прошлом Интернешнале Они Выбили Ребята Из Ликвид Выбили тогда LGD Из Турнира В сетке Лузеров Там Была Просто Невероятная Катка И там Еще Тогда X-Mike Играл За Ликвид Ну Вот Я точно Помню Бульбу На Клокверке Так И Что тут Этого Дизраптора Есть Интересного Так По запаку Ничего Любопытного Тут Тоже Привет Привет Передает Зеноту Может быть Это Опечатка А может Быть И нет Потому что О И И Находится Рядышком Скорее Сейчас Варты Будет Разбиваться Крит Тут Вроде Нормально Воюет И Шансов На победу У крита Поболее Здесь Да И Обратите Внимание Как сильно Тут просел Way to Sexy Вот Просто За то Что Хотел Сбить Вард И Отправляется На базу Для того Чтобы Редениться Норм 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 Крит В это Время Вылетает В мид Крит В мид И Кой Крит Весил Тысячечку Естественно Проверочка На шмотке Что вы От меня Ожидали Как я В общем Могу Без этого Играть Просто А у Дизраптора Я то знаю Что это Так И Юникорн Юникорн Пока фармит На подмет 2-0 Юникорна Крипстат У бульбазавра 4 на 2 Несколько Лучше Ну а здесь Опять у нас Крит И Дазл Крит Заденайл Вардец Минус 50 Галдешечки Та у тебя Дазл А? Вот так вот Сбегал на базу Много регенился Потом еще и Бабла Заварта Решили Еще и Сентрик Потратил Это был Байт На вард В исполнении Крита Сто пудово Просто-напросто Байт На вард Кстати Надо практиковать Нечто подобное Там еще что Потом еще Один Сентрик Ты приносишь Сентрик Делаешь вид Что вот Ему не хватило Буквально писечки Чтобы снести Твой вард Он приносит Еще сентрик А потом еще И Я уже Ладно Все Не буду ни с чем сравнивать Там у нас Эйс очень сильно Пострадал На ботоме У него есть тапок Так что догнать Его сложновато Так И как качаться Будет рис Вот это Очень важный момент Тракса мы видим На втором левеле Ничего не качало Ничего ведь не качало Три Пять Нет с плюсами Тракса с плюсами Точно Ну вот она третьим А на третьем Все таки Фростерос Хорошо Тут у нас опять Крит гоняет Дазла Причем Крит и так На хосте Слушайте Был бы у крита Еще второй левел Дазл бы погибал Дазл бы Сто процентно умер Если бы крит Подождал еще Одного крипочка Семь экспириенс И не хватило До ферстблада Будем мерить Теперь в опыте Ферстблады Точнее время У Риза 12 на 5 Блин Вот Зная Анимацию Траксы Кривую То что У Риза Уже Стата Там 12 на 6 Это На самом деле Очень-очень неплохо Но те кто играли На траксе Я думаю что все играли На траксе Особенно новички Те действительно Понимают Насколько Плохо Насколько Неудобно добивать Крипов В начале Потом Да Потом Намного Проще Потом Появляется Много Ловкости Анимация Становится Чуть Проще У нас тут Крит Через Векс Векс Экзорд Что У нас Заскил Экзорд Метеор Алакрити Понятно Почему Никто не качается Через Векс Экзорд Экзорд 450 Ладно Был Как что он на ней висит да батмелеон тоже забавненько выглядит ладно давайте еще на кого не посмотрим у клокверка тут в принципе ничего интересного ей что-то с ним случилось то больно ты этому крепочку вы только посмотрите и вот его тоже пронзили да тут все готовы так что можно начинать тогда когда будут все готовы кстати цель не на маунте она героя о я смотрю включаю лайв стилер а тут мне такая картина показывается думаю что за фигня то с лайв стилер покататься решил на тележке кстати клацнул то на тележку показывает tc на все let's go так но и будет мидас у нас у лайв стилера и мидаса не будет у нас у траксы и посмотрим что там нет мидаса опыт мы не будет потому что по отма себе пауэр третс уже купила хотя никто не отменял мидас вторым артефактом и мы это тоже много раз с вами наблюдали бэтрайдер тут сейчас всей грядкой вообще парни фармят крит получает третий уровень да в принципе если эйсу левел не слишком нужен да он там к моменту появления у него даггера все равно будет уже 6 то всяким визажам которые на подхвате работают для них это действительно неплохой бонус ну вообще мы видим стоит крит себе спокойненько с улоскрипами так разбирается на аура траксы уже дает 16 урона вроде мелочи приятно если это несколько героев и тут у нас раз два три четыре живых героя и хорошее кстати только что был сайленс от траксы но и вот на вопрос о том нравится ли мне новый сайленс я вам отвечаю вот этим примером если бы это была старая тракса она боже давным-давно была в таверне на боже от спауниться успела новая тракса способна сделать вот так вот и все остальные газ называется сайленс да и санкинга там тоже отправили наверх но санкинг кстати не слишком-то и расстроился он прилетел на мид понял что его помощь не нужна его отправили наверх так что санкингу реально здесь услугу еще оформили обеспечив ему быстрое быструю дорогу до быстрый маршрут до его прежней дислокации так что ска я думаю счастлив по поводу этого глимса и дизраптор теперь накосячил как я вчера помню сидел горел меня в каждой игре был косяк просто у кого-то был косяк в каждом матче ужас нет просто именно поэтому я не стримлю свои игры потому что если люди увидят как я играю то сразу всю мою критику они перестанут воспринимать всерьез так как я и еще тот криворукий рахит так стрела попала в бульбу выходит санкинг и он копает и убивает того самого бульбу ну что же неплохо правда фраг достался по тме но суть то не в этом суть в том что хорошо получилось сделать минус на топе и дизраптор тут тоже находился и дизраптор не помог дизраптор косяк это демон кстати демон у нас может косячить пока что у дизраптора все не слишком хорошо просто не видно его предназначение в этой жизни вот не чувствуется что этого персонажа есть цель в этой игре какая-то конкретная не если кокер к ворвется в пятерых закроет их в коги и дизраптор с аганимом накроет пять человек это будет крутое исполнение этой комбинации но вероятность крайне мало как говорит известный персонаж реально вероятность крайне мало того что произойдет вышепомянутая потом на сложный крит уже и в сложный побывал крит у нас везде и леса поформил и погангал и на сложную прилетел вообще такой красавец комсомолец фейсбуц и у вас стиллер дефолтный достаточно где там у нас тракса а тракса у нас пошла леса подфармливать интересно а ну видите вот это стойка снайпера и пошел действительно бить крипов кстати 1000 золота то есть у траксы и тракса еще ничего не купила это говорит о наличии намерений купить мидас пробабли 1200 уже на руках не знаю даггер траксе кстати даггер траксе на будет папочки потестить не завидую я вам друзья с которыми я попадусь в папочки следующем я буду тестить даггер на траксе и тут сразу следующий пап 50 фейк касперов с даггерами на траксах у меня пабы так ну ладно койка чем у нас занимается у койка 42 на 19 у тракцы 45 на 18 далеко они друг от друга не ушли тракса кстати у нас на топе уже каким-то образом очутилась давайте посмотрим на графике на графиках разницы по деньгам нет по опыту немножко впереди мидео мейтерс но самое важное вот только что произошло у вас на экранах во первых появились аркан бутси у санкинга то есть он стал более автономным и также битрайдер купил себе дагерок дагерочек тут у нас кстати погибает крит возможно погибает успевал успевал мне кажется крит отсюда уйти но он решил разменяться на наибольшее количество здоровья вообще возможного с врагом забрать не получилось дизраптора 150 хп это это много это даже не один удар так где это битрайдер битрайдер понимает что учитывая ганг внизу в миде вряд ли есть много людей вот он дождался сейчас клокверка и юзает смог на смоук вместе с линком они забегают на клока правда там кроме клока еще есть инвокер и дазель причем и 1 и 2 это какие-то нереальные замозы в заднице могут быть так что на них вместе лучше не напарываться а вот на одного бульбазавра на изичах можно прыгать вот поймали здесь бульбазавра тащит его битрайдер подальше а там куча телепортов битрайдер понял что не туда он тащил и улетит или не улетит иркоги оттолкнули но точнее он улетел но слишком далеко в таверну на мидос появляется у траксы вот он на 12 минуте не знаю не знаю не знаю хотя с другой стороны куда там сейчас митримейкерс то спешить будут правильно с траксой без айтемов драться вряд ли так что так все нужны айтемы поскорее естественно лучшая тактика это собрать кучу мидосов естественно это был сарказм атака вниз на крита из смоука птицы полетели так нравится как эти ребята мансят от птиц попали по криту птички у нас продолжают залетать из раптор чаще ща ща посмотрим ай-яй-яй крит крит или же будет пропытаться садить птиц нету птиц не сажал он просто убил дазла нормально но я думал что и дизраптора получится убить а ну-ка птицы 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 давай дальше дальше вниз вниз нет не полетели я уже опять хотел сказать дизраптор косяк но нет дизраптор вовремя успел уйти так ну а нас тут заходит на топ убивать вышечку слишком много дэмэджа здесь 150 ронов проксов которые мидос и аквила добро пожаловать в доту-2 друзья самая балансная игра на планете еще и не получилось узнать вышку у майкса патме достается тауэр который уже кстати барабаны готова а ластилер в это время поэт армлет да ну майкс с армлетом и что-то у него еще есть с фейзами и мидосом выглядит мне кажется немного поувереннее чем тракса с тапком и мидосом ладно еще аквилой простите стрела стрела нет не тут то было и ульта патмы пошла у нас это где на топе собрались выходить но на топе лайф стилер уже свалил да немного непонятно зачем была проюзна эта ульта может мисклик а может просто что-то там подлагнуло секундочку против просит койква на есть ненадолго у нас то секундочка затянется да кстати не забываем подписываться на наш канал ютуба dota sltv там все воды появляются всех 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 матчей если вы что-то вдруг пропустили вы можете там найти их да ну и собственно пишите также по хэштегу sltv если вдруг у вас появились какие-то вопросы или вы просто хотите поделиться впечатлениями по поводу нашего турнира в твиттере смело употребляйте хэштег sltv мы выгнали с этого хэштега каких-то типов телевидения у которых тоже что-то было sltv но они вначале пытались сопротивляться но мы потом их искоренили ну что поделать дотеров же побольше будет правильно правильно да немного затягивается нас пауза да ну и опять же там на правах рекламы хочу сказать чтобы также искали там в соцсетях и в тех же твиттерах в один лата меня вот ханта кто у нас еще адекват естественно у нас вот режиссер балуется с титрами не знает что это такое да вот кстати собственно моё имя и фамилия которое я активно пытался от вас скрыть но к сожалению режиссер меня спалил ну и собственно twitter моего там написан ниже можете на него также подписываться этом периодически делюсь всякими полезняшками пишу туда анонсы по каждому матчу отдельно и по всем играм на целый день и какие-то стримчанские по хардстоуну туда пилю в смысле ссылочки на стримчанские по хардстоуну короче если вы хотите просто немного там грубо говоря не дотерской информации моем исполнении то можете подписываться можете нет можете отписываться массово зря это сказал я там уже почти дошел до 30 очки ну как почти дошел еще пару тысяч надо но почти нашел нормально еще 29 тысяч девятьсот этих фолловеров нужно на 30 очки чуть-чуть поменьше так крик у нас по-прежнему здесь на нижней линии чё ты пашечку и куда-то лететь правда он не знает куда ему лететь не видит целей и видит препятствия судя по всему а или он просто собрался пойти вышку пропушить но если так то почему бы и нет действительно важно были еще пошли немножко потанковали или нет это все таки уводит птиц видит что на топе скопление ликвидов массовая о том что она настолько массовая он может только догадываться потому что вижу на нет на кладберке и на инвокере правда инвокера вот сейчас уже появляется не хотят драться митимейкер с не хотят тоже интересно я уже говорил что драться с тракцой без айтемов они вряд ли пожелают а пока у тракцы появятся хорошие айтемы пройдет большое количество времени у нас инвокер просто прилетел вниз вместе с ластилером и съел визажа да и что им с этим визажом сказать сколько там у смерти уже крита 4 фрага на крите заработали ликвиды да из пяти возможных кто там еще умер раз это был бы трайдер так что визаджу действительно стоит наверное немного остепениться то что он гуляет где-то на вражеской территории непонятно зачем это исключительно его проблемы у нас два попытки убить дезрактора демон мне кажется выполняет функцию такой знаете фидак байтер то есть в первой игре он видел а сейчас он байтит на репутации своего фидака хотя у нас тут миди неплохо затрусили инвокера лайстилер лайстилер загрыз кого траксу загрызли да действительно загрызли траксу но рейджа то уже нету хотя у линка слишком долгий оказался кулдаун на стане по большому счету 11 секунд это не так уж и много сейчас это оказалось много и битрайдер продолжает фармить следующий его артефакт это форстаф по идее не думаю что тут должно быть что-то иное просто мы видели чем в прошлый раз или позапрошлый раз закончилась одно из его лассасирование то что он долго долго тянул жертву свою по земле и так не смог это волочь до тиммейтов форстаф в этом ему очень сильно поможет а линку хотя бы просто надо герно фармить сенткинг кстати с третьими песками уже может прибегнуть к тактике таинственного убийцы да вот она собственно та знаменитая тактика когда крепы не знают откуда их валят а сенткинг просто стоит и там что-то себе зачитывает в песочек но не будем забывать тут есть найкс ликвид и жидкий найкс он не такой жидкий окажется в конце что там башер прилетел армасик нас ракеты залетают периодически на рошана проверяют наличие команды противника но команда противника просто фармит причем у нас что атака на бэтрайдера до минус эйс до 2 фрак уже на бэтрайдере сделали у нас два я так понимаю товарищи которые ведет постоянно это бэтрайдер и крит хотя бы трейдера еще сложно назвать фидоком у него то только две смерти риза и уникорн умирали по разу но у койко выглядит крайне воинственно стоит отметить не ну за левый барак его еще накажут а в смысле за неправильный так кто-то нас и не горна сейчас наказывают еще и порт немного неудачная была идея сделать телепорт под батарейками кокверка да и вообще потихоньку мумы начинают сыпаться ликвиды делают все правильно вроде бы а мить юмейкерс пытаются где-то на халявить ну вот по-другому это нельзя назвать да когда там визаж внизу стоит очень долго за ним не приходят это реально попытка на халявить придет хоть кто-то этому визажу быстро объяснят что он не прав и что его место на базе они на территории противника вот собственно линк мы видим уже с даггером даггер к нему летит на топе у нас в это время четыре игрока ликвид тусят пятый у нас вот он где бежит по любасу не с ними играет вот так же дема чё там бэтрайдер просто уже до собирал почти до собирал себе бэтрайдер форстав не хватает еще совсем немножко ну а тут уже активно съедается вышка еще ластилер ее забирает у него уже 2000 на руках ну что графики я даже не буду наверное открывая да мы видим тут почти 5000 по деньгам преимущество команды ликвид 4000 деньгам по опыту преимущество также команды ликвид причем основное количество баба это понимаю лайфстиллер да так и есть патма и дроу рейнджер уже очень сильно отстают тот керри команды ликвид плане фарма не то чтобы катастрофически отстают но близко к этой отметке гуляют товарищи плюс еще сейчас могут быть райда какого-нибудь поймать да вот он бэтрайдер и его находят ее нажать сюда не уйдет просветка глимс вот он глимс и колд снэп минус бэтрайдер кого там еще у нас нашли там еще пытались найти визиджа визидж прикрывался птичками до последнего момента и визидж ушел ну вот те два товарища которые обычно всего гуляли обычно гуляли обычно всего обороты у меня такие страны которые больше всего гуляли вот что я хотел сказать те ребята сейчас и чуть не отдались в очередной раз вот 0 3 у бэтрайдера 1 4 у визиджа что они делают я не знаю надо просто по шапке надавать чтобы будут не расслабляли такие перемещения действительно любая нормальная команда уже дон лоб наказала да и их и так наказывает постоянно тракса mom dagger блин откуда я знал что у траксы будет даггер кто мне может сказать я вот в начале игры еще говорил что буду тестить этот даггер на траксе видимо рис решил потестить его за меня и сказать что мол каспер не гнилая затея я только что пробовал санкин залетает отлично успевает копнуть санкин где ставь стилера неужели не пуплю тут включает арбит и вылазит но птицы его пробивают это минус как хорошо тут все сделали как грамотно тут все провернули эти два типа они вроде бы выглядели весьма безобидно как для ластера если бы тот успел поражать рейдж но рейдж он поражать не успел вот чем была загвоздка стрела и прям курьера к сожалению лошадь не уязвима к этим стрелам надо сделать курьера уязвимым к стрелам будут просто одни под мы еще и курьеры мансить и курьеру сделать кнопку летать буквой z просто чтобы он зигзагом летал так что у нас там и уникорна 1700 и уникорна и серьезными этого им пока не пахнет но есть неплохое предисловие для этих серьезных айтемов я имею виду естественно яшу остальные артефакты они такие особенно 3 таких верхних весьма сомнительного качества нет для мид гейма они реально очень крутые но дальше от не будет толку все меньше и меньше патма сейчас не начнет безудержно фармить то начнутся проблемы у мимов а патма не патма тракса видимо купила даггер для того чтобы еще быстрее фармить просто чтобы залетать еще и на спот между ними прыгать не просто бегать видео намного качественней да причем при всем при этом видели траксу благодаря варду который там стоял вот здесь который только что упал так что знают об экономическом положении своего противника практически все ликвиды забирает они в очередной раз визажа крит просто 25 просто 25 у крита 0-3 у битрайдера 0-3 тракса но к траксе претензий особо не знаю быть наверное не может потому что она такая вяленькая уязвимая и если ее придут убивать то ее действительно убивают почти все время вот битрайдер который по идее должен фармить и теоретически только иногда врываться но всего-то 4 фрага было сделано причем у битрайдера имеется один ассист при четырех фрагах его команды так но раз там была инфест бомба в middle тут линка принимают линк притягивается него бульбазавр тракса хорошо расправляется с дизраптором но также неплохо и коперк разобрался с вражеским героем а здесь у нас телепорта так и не последовало да есть по удасту но нет уже инфест бомбы а хотя тп есть также у лайфстиллера и тп идет у нас бережна топ 24 минуты позади видим что по деньгам разница уже давненько не росла реально если взять вот как отметку 18 минуту сейчас уже 25 у нас пошла и уже достаточно долго не наращивали себе преимущество ликвид но вот инвокера появляется хекс и это хороший знак естественно для инвокера да и вообще вот траксу сейчас нашел этот самый инвокер здесь нет не нашел там траксу инвокер тракса ведь с даггером и и трудно найти легко потерять да трудно найти невозможно забыть это все про траксу с даггером так ну и тут койква воюет с юникорном опасные при этом нету средств для убегания а вот у койквы есть еще бульба как средство для атаки хорошо кинетик филд патма пыталась упрыгнуть забрать чего может быть пытаться инвокера но не получилось за его забрать 50 кп остается у инвокера досадным крайне досадным для патмы и отправляются у нас очередные ракетки я так понимаю на рошана проверять да вот она прилетает видит что здесь никого нету там еще и санстрайк у нас залетает но санстрайк как раз попадает по иншентам и именно на иншентах находится находятся мумы тракса 3400 но к так ага гост купил себе санкинг что ж любопытно гостов у нас от лайфстиллера насколько я понимаю на хотя и инвокер тут тоже будет наваливать именно с руки с пылов тут дэмэджа крайне мало у ликвид так что гост здесь действительно уместен мне так кажется во что будет дальше выходить тракса и так самый важный конечно же вопрос мне кажется что без бкб здесь вообще никак не обойтись и скорее всего именно на бкб сейчас тракса и формы для того чтобы одним кликом его притарить правда тут куча трэша вот эти четыре айтема они ну по крайней мере аквила точно мало чем помогает скорее всего аквила часа отправится с молотка ага все-таки это не бкб ну что ж немного я не дочитал этот маневр и битрайдер убегает или нет оооо как же битрайдер убегает да что это я не то сказал только что мне кажется уже больно быстро не стало битрайдера линку не хватило явно не хватило или погибнет хотя нет у него же гост есть точно патмана стреливает с фланга там сзади по тну поджали сатиры сатиры подбочили а в это время скорпиону жало сломали летают птицы открыто надо проявить хоть какую-то деятельность фамильяры по-прежнему зависли в воздухе по-прежнему не подлетаем учитывая то что он их только что пересумонил вот так вот их оставляет на растерзание сейчас команде врага это не то что нужно особенно учитывая вот этот фактор на фактор того что сейчас будет битва на рошане или не будет ликвиды сейчас просто подзажали на базе своего врага хотя риза это не особо смущает рис у нас фланга подвигает ну вот тракса 1100 хп по сути из эскейпов есть только даггер но даггер очень легко сбивается тем же инвокерам например колд снэп и все типа и до свидания ракетка не туда где стоит тракса и торгса поэтому тут остается на некоторое время но вот сейчас уходит уходит рис да 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 там пошел торнадо очень-очень много всего залетает где-то у нас уже тракса тракса у нас побежала дальше вниз у дро рейнджер есть телепорт и дровка сейчас наверное будет просто пользоваться моментом до отпушивать линию есть очень хороший так спит смотрите две с половиной атаки в секунду а у нас здесь опять скопи он жало своем окно куда не подавает ему опять его поломали не может быть а может это был тактический фит какой-то чтоб на тракса внимание не так сильно обращали тракса в это время немножко под фармила но все равно бутерпля еще нет да ну и был сонку он конечно добавляет еще к пассив очки до 64 дэмоджа в результате бонусного имеют все вот эти ребятки если не драться с этими шестидесятью четырьмя дэмоджа то и толку от них не будет вообще никакого дети лиц и адам тауэр и under attack ну и вот вот она тракса друзья во первых почему даггер не поражал ни хрена непонятно не было его в кулдауне пока на экс не ударил во вторых вообще что там делал зачем видел в общем мемы тут явно что-то непонятное дело да тут еще и юникорна принимают хотя он успел прожать ульпу но ему не мешает это умереть что там есть гем а я угадал я угадал я угадал да угадал да злой с гем ха 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 не но я помню где-то появлялся в инвентаре ликвидов так что а учитывая то что их никто не убивает вот если первая игра была издевательством клауд найн над ликвидами то вторая игра это вот издевательство ликвидов над митю мейкерс правда клауд найны скоро вернутся и ликвидам нужно бы наслаждаться последними моментами мне кажется своей победы так как синг-синг с eternal envy сейчас будут явно в духе сыграть еще раз учитывая то как они легко одолели ликвидов на первой карте да бэбэк от потны но тут съедается милишный барак каст безрезультатный бэтрайдер да бэтрайдер нырнул кстати его тут еще и засейвили он в результате немного сфейлился хотя возможно это был и специальный такой маневр с тем чтобы не тратить сразу лассо так как дизраптор моментально бы это лассо разорвал и засейвил своего тиммейта ну чё там тракса тракса 1700 но до бутерфля еще там тысячонка нужна инвокера хекс уже есть шима на подходе уху да и потихоньку датыкивают рэнжовый барак здесь ребята из ликвид цункин ворвался ворвался но не стал копать вот это интересно был маневр ну а тут ворвались и и закопали кажется юникорн нет юникорн у нас успел сделать лип аут просто съели вараки интересно только что газы летел так стояло несколько героев и газ был ровно вот так вот кого там поймали поймали сэнкинга сэнкинг сразу же укапывается и уходит да ликвидом тут не стоит задерживаться точнее если и стоит задерживаться то нужно срочно отправляться на другую линию потому что больше толку никакого здесь нет вот мы видим клокверк ворвался у нас мидл от стрелы все поворачивались хорошо ну и ликвиды продолжают тут что-то мять булки вместо того чтобы делать что-то полезное тем более что айгис у них еще не сбили у ластилера куча бабла и еще есть слот мидас слот армлет я имею ввиду что можно нормальные стабильные лейтовые слоты докупить в эти ячейки например что кирас уже есть я не знаю дейдалус мкб мкб пригодится потому что там тракса собиралась себе бетерфляй купить когда-то не знаю выйдет это или нет у этой траксы с даггером но мне кажется вряд ли игра уже должна будет закончиться к тому моменту как появится шметерлинг да и вы видите хорошая стрела вроде бы залетела ой 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 как же тут бульбазавр так качественно влетает уникорна ну и команда не успела банально не успела к нему ластилер бы лучше впрыгнул наверное в бульбазавра дал бы топором по голове патме и убили в эту самую патму но ликвиды просто отправились дальше по лайну будут заходить на хэгэшечку естественно а может и не будут заходить может с лоу граунда тут понаваливают кое-ква пугаторы еще тот минус эйс инстакил емпэшка тоже хорошая опять ульта санкинга в никуда птицы визаджа также малоэффективны а и все тут малоэффективно вайбэк был от датрайдера именно поэтому ликвиды отошли сейчас могут просто поригенится и пойти дальше тем более что коперк с аганилом кулдаун на хукшоте достаточно маленький сейчас скорее всего опять будут именно с бульбазаврой начинать да и аэгис летит через минуту но за минуту тут можно вторую линию забрать совершенно спокойно и кажется без драки будут сносить эту линию сейчас ликвиды тракса вон топ дефит например вообще потрясающе пока тракса дефила топ тут ее команду убили игру кажется закончили тайминговый бетерфляй исполнение риза как раз к моменту падения второго лайна как раз к моменту падения второго лайна где 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 тракса вот вот тракса приходит и уворачивается пока хорошо ну почти почти вернулась good game well played поздравляем ликвидов с первой своей победой они скажем так обходят в этом рейтинге проигрывающих команду meet your makers мимы продолжают играть dream league без единого победоносного не знаю крика в общем пока что мимы проигрывает у них уже там 0.9 кажется а ликвиды зарабатывают первые свои 3 очка ну и ликвидам вновь предстоит встретиться с командой cloud9 буквально после небольшой рекламной музыкальной паузы мы эту игру с вами и посмотрим сейчас возможно будет небольшая статистическая выкладка по данному матчу хотя чего-то супер интересного я не знаю что там можно ожидать да я тут уже вообще булки расслабил как обычно режиссер надо в него кинуть чем-нибудь не знаю да общаюсь с людьми он мне говорит это мне напоминает ладно то видео там где Миша у тебя грустное лицо тебе денег никто не даст по крайней мере реплики примерно такие же в общем а я еще и лагаю слушай у меня вот сейчас отличное лицо было только что вот все теперь не лагаю ты когда альтаблс я и лагал что такое друзья буквально немного статы есть у нас стата режиссер конечно да и сейчас я с вами поделюсь этой самой статой да вот он твиттер подписывайтесь подписывайтесь на твиттер да возвращаемся мы обратно в дотку и вот она вот она супер стата киллы мы видим тут тс на лайстилере неплохо вроде бы отвоевал ну вот видим что когда демона посадили на роль флафа вроде бы команда заиграла правда демон выглядел как я примерно на дизрапторе но с другой стороны были вроде и хорошие мувы и плохие мувы в исполнении этого товарища в любом случае не знаю мне кажется немного не вписывается демон в эту движуху с флафом у них кажется вариков было чуть больше ну и по смертям метеомейкерс безоговорочные лидеры по всем параметрам они всего шесть фрагов сделали за игру против 26 фрагов своего противника что тут можно добавить я даже не знаю там единственное что еще можно посмотреть это супер статистику по демиджу где лайстиллер почти 15 кусков выбил за 35 минут это еще немного достаточно у нас были снайперы которые почти по 30 выдавали ну и койква хорошо сыграл на инвокере очень классно бульбазавр также качественно сыграл на клакверке не буду повторяться просто ликвиды сыграли как они играли раньше возможно команда попалась такого уровня на который можно так оторваться скорее всего так и есть сейчас будут опять клауд найн и если они я имею ввиду ликвиды не напикают фигни возьмут нормальных героев сделают нормальную расстановку по линиям возможно что то и получится ну что ж давайте уйдем на рекламно-музыкальную паузу и вернемся на последнюю катку сегодняшнего дня ликвид клауд найн безупречная точность лазерным сенсором 8200 dpi pro aim безупречная скорость 32-битным процессором turbo core v2 безупречный контроль при помощи кнопки дубликатора easy shift безупречная игровая атмосфера с подсветкой в 16 миллионов цветов поэты м и и и и и и Продолжение следует...